Я не так давно свидетельствовала, говорила о том, что у меня обнаружили гепатит С. Для меня это была бомба. Помните, я к вам приходила, говорю, ой, Павлович, вы молились. И я так расстраивалась из-за того, что я не могла понять, откуда он взялся. Ну, не вела как будто бы безобразный образ жизни я, и все было хорошо. Не, ну это смертельное заболевание? Да, это смертельное заболевание. И как ты информацию приняла? Плохо приняла, очень плохо. Я, врача была такая ошарашенная, она мне говорит, да что вы так нервничаете, что вы приживаете? Причем здесь алкоголь, причем здесь наркотики? Сейчас гепатит С, это как раз плюнуть, мол, это экология, это таблетки, это лекарства всякие. Ну, а поскольку я же раньше лежала очень много в больнице долго, я принимала очень много и тяжелые медикаменты. И поэтому, наверное, это все, может быть, оттуда еще шло. Может быть, занесли в стоматологию, потому что это первое, что можно получить, гепатит С, это в стоматологии. А я в стоматологию очень часто обращалась. Ну, в общем, я, когда сдала анализы, я ехала в автобусе, я была такая расстроенная, потому что я два или три раза подряд сдавала, я не верила, я не принимала это. Ну, вот не могла я поверить в это и все. И мне Бог... Немножко расскажешь за борьбу твою. Да, и мне Бог... И посредством чего вот нахлынула, допустим, на тебя, вот эта гепатит С? Вот как ты попорола эти мысли? Вы знаете, я не знаю, я думаю, что это Божья благодать, потому что сказать, чтобы я стояла в таком сумасшедшем проломе, нет, я не стояла, вот я просто не приняла, вот, ну, не было у меня внутри такого, знаете, что я сломалась, что я переполнилась страхом. Нет, вот как-то, мы даже когда вызывали первый раз молиться за гепатит, и тут возле меня стояла сестра, она здесь, в нашей церкви, и она мне говорит, надо молиться, надо молиться, а я говорю, сестра, но я не принимаю, но не принимаю, не молюсь я, чтобы Бог меня исцелил, но не молюсь я, потому что я не верю в то, что он может не оставить эту болезнь, но не молюсь я. Я правда не молилась, я вам честно хочу сказать, но пришел такой... Ну, а как мы сигнала? Они меня не посещали. Правду я вам говорю, они меня не посещали. Вот сидит моя сестра, когда я начинала ей что-нибудь говорить, она говорит, Надя, ну ты же знаешь сама, что Бог сказал. И я говорю, правильно, поэтому ничего у меня нет. И мы таким с ней образом общались, ну были иногда моменты такие, что я думала, что, ну вот только бы не дожи до того момента, когда тебе станет так плохо, что ты будешь на обезьяну похож, что тебя эта болезнь измучит, исковеркает, уничтожит. Вот это, иногда приходили такие мысли, но они как-то и уходили. Потому что я их замечала всегда, в мыслях я всегда начинала провозглашать то, что Бог говорит. А Бог мне дал перед этим местописание. Ну, наверное, это неестественно в тебя проходило. Ну, как неестественно? Ну, это нереально. Ну, я не знаю, что я делал бы, если бы узнал, что у меня гепатит С. Реорий Павлович, я думаю, я же вам хотела сказать, что вот Бог мне в самом начале дал мне сописание по Ивову, что твои глаза увидят, и ты сам познаешь. Не глаза другого. Да, не глаза другого, а ты. И я вам хочу сказать, это слово сбылось в моей жизни. Потому что я вообще не понимала даже, я в какой-то степени даже смирилась, я не понимала, как я буду его лечить. У меня таких финансов не было. И однажды, когда вас не было... Послушай, для тебя что чудо? Чудо это нету гепатита? Или чудо то, что ты легко прошла этот момент борьбы? Для меня чудо то, что в этом вел меня Бог. Что Он меня, Он как-то меня держал все время. Он меня как-то успокаивал, укреплял. Понимаете? Вот в этом чудо. Давайте дадим, слава Богу. Да. Я просто... Мы однажды были у вас в пастырской, и вас не было. И завели разговоры за это в гепатит С. И я очень благодарна Роману Моисеевичу, если он сегодня есть и меня слышит. Я ему очень благодарна. Он начал говорить о том, что нужно идти к врачам и делать первые шаги. И я, правда, повернулась к нему и по своей прямоте сказала, а что идти, если не с чем идти? Что идти? Ну я вот такой человек, я что думаю, то и говорю. А он говорит, ну все равно надо сделать первый шаг. Я говорю, сама себе думаю, ну и что я сделаю? Первый шаг сделаю. Здравствуйте, у меня гепатит С. И потом что, и куда идти? Где нет? Это все равно нет. Но вы знаете, какое большое дело, когда вот ты начинаешь действительно действовать по вере. А потом думаю, не, я все-таки проверю. И я пошла к врачу, к тому врачу, которому он мне сказал. То есть ты правильно сделала или нет? Я думаю, что правильно. Потому что смелым города открываются, понимаете, смелым. То есть это была твоя не слабость, а смелость. Да, я считаю, что да. Я как-то не боялась ни поражения, что там меня выгонят или что. Я пришла к врачу, она меня очень хорошо приняла. И она поняла с моих слов, что у меня нету таких ресурсов. Но она мне говорит, ну мы давайте с вами все-таки начнем. Я говорю, давайте. И первое, что я... Что начнем? Обследоваться. И первое, что я вышла от нее, я сказала, Господи, ты знаешь, у меня денег нет. Но я верю, что для тебя нет ничего невозможного. И поэтому открой желание тем людям, которых есть, чтобы они помогли мне. Я вам честно хочу сказать. Я подняла руки просто и сказала, Господи, я принимаю все твои благословения со всех концов земли. И все. И вдруг я начала разговаривать со своими детьми. И Наталка мне, моя дочка сказала, мама, начинай обследование. Я думаю, что мы сможем все это преодолеть. И она мне помогла с обследованием. Обследования же дорогие, анализы очень дорогие. Там больше двух тысяч я отдала, пока все прошло. А потом пришла к ней, и она говорит, моя миссия как бы закончилась. Дальше вас будет Роман Моисеевич вести. Но у меня появилась другая проблема. Я лиричная. Вы же знаете, что у меня лиричная. Что такое вести будет Роман Моисеевич? Но дальше у него под его, как бы сказать, началом есть люди, которые занимаются тем, что привозят препараты. Какие препараты и как. Она обследование полностью делает по этим обследованию. Она определяет, какой епатит. И вот там подгруппы есть всякие. И она сказала, что дальше вы к нему обратитесь. Он вас ведет с теми людьми, которые помогут вам приобрести эти лекарства. Но поскольку у меня аллергия, я знаю, что не приобретешь же одну-две таблетки. Надо приобретать курс. И у меня Бог послал Эдика Маслюка. Он пришел, он позвонил мне и говорит, я тебе, сестра, помогу. Он созвонился с теми врачами, с которыми он имел дело, лечился. И попросил их, чтобы они один только упаковку, одну только дали, чтобы я попробовала, не будет ли у меня аллергии. Я пропила ее две недели. Поняла, что я смогу их пить. И потом заказали все остальные. Но и на эти заказали тоже. Я вот сейчас, честно вам говорю, я не объясню вам, как я вышла с этого положения. Но я купила весь курс. И пропила тоже весь курс. И я думаю, что в этом тоже был Бог. Давайте, 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 давайте. Я каждое утро, когда брала эту таблетку... Давайте еще громче, ну, ребята. Вот, 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 вот. Аллилуйя, Господь, это тебе, слава Божия. Я брала каждый раз вот эту таблетку и говорила, Господь, я не лекарство пью. Я пью то, что ты дал человеку, разум и мудрость, сотворить это лекарство. Это только ты ему открыл, с чего нужно сделать, чтобы убить эту инфекцию. И поэтому я это принимаю, как твое лечение. Не как человек, а как твое. Я каждый день это провозглашала. Я вам говорю перед Богом. И каждый раз я уже благодарила, что я исцеленная. И вот я поехала за анализом. Я сдала потом анализы, когда пропила. И я все время говорила, я приеду, сама себе говорила. И будет написано. И по ТЦ не выявленный. Бо на украинском уже пишут. Поехала и забыла очки дома. Дают мне ответ, а я ничего не вижу. Боже, еду в маршрутке, говорю, Наташа, я получила. Она, ну что там? А я, говорю, ничего не вижу. Приеду додому, не почитаю. Приехала, бросила сумку, схватила очки. Там написано, не выявлено. Все, Господи, я благодарю Тебе. Что это значит? Боже, вся слава Тебе. Можем покричать, великий Бог. Давайте покричи, великий, великий, великий. Самый великий. Великий, Господь. Аллилуйя. Знай, и в твоей жизни будет великий Бог. Скажи, соседа, и в твоей жизни будет великий Бог. Давайте еще поднимем руки к Богу. Просто принимай это. Просто принимай это сейчас. Просто проговаривай еще. Еще проговаривай. Ты великий Бог и в моей жизни будешь. Господи, Ты в моей судьбе, в моих ситуациях будешь великим Богом. Хвала Тебе, Господь Иисус. Аллилуйя. Такое помазание сейчас. Так Дух все-то действует. Господь Иисус. Аллилуйя. Будь прославлен, Иисус. Аллилуйя. Продолжение следует...